Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами я, Екатерина Стихина, и обзор азиатской сессии от 31 марта. Европейский Центробанк рассматривает возможность приостановки повышения процентной ставки на своем майском заседании. Китай предупредил о контрмерах в ответ на анонсированную встречу между президентом Тайваня и спикером Конгресса США. На фоне политических обострений остается болевой точкой и торговый конфликт по линии США-Китай. Давайте посмотрим, как эти настроения повлияли на торги в начале пятницы. Похоже, что фондовые рынки проигнорировали тревожные политические новости. Большинство эталонных индексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе продемонстрировали квартальный рост. Акции в Австралии, Японии и материковом Китае в пятницу закрылись на плюсах. При этом безусловными лидерами были активы технологических компаний. И если политический фон выглядит тревожно, то отголоски банковского кризиса звучат теперь все тише. Кроме того, на рынках растут ожидания, что крупные центральные банки скоро прекратят свою кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики. Когда на карту поставлена финансовая стабильность, ни один центральный банк не будет продолжать повышать ставки. Такую позицию считает правильной глава ЕЦБ Кристин Лагард. А вот спикеры Федрезерва США придерживаются более ястребиных взглядов. После вчерашних комментариев Томаса Баркина, главы Федерального резервного банка Ричмонда и его коллеги из Бостона Сьюзен Коллинз, часть инвесторов снова склоняется к тому, что ставку повысят на 25 базисных пунктов в ходе майского заседания ФРС. Сегодня инструмент FedWatch Tool указывает на то, что доля этих ястребиных ожиданий составляет почти 55%. Но поскольку вторая половина трейдеров ставит на то, что ФРС все-таки возьмет паузу в ставках, доллар США остается под давлением и продолжает тестировать область цены 102 пункта в конце недели. Одновременно все еще повышенная инфляция, устойчивость экономики США и ястребиные заявления спикеров ФРС проталкивают курс американцев в противоположном направлении. И они, как мы видим на графике, пока перевешивают. Индекс доллара США по отношению к корзине шести основных валют умеренно растет. В азиатскую сессию он поднялся уже к отметке 102,4 пункта. Тем не менее, ценовой диапазон гринбэка проходит все-таки ниже уровней среды и четверга. В начале торговой пятницы американец держался в узком коридоре между отметками 102,1 и 102,3 пункта. Основной импульс он получил в американскую сессию, когда выйдут данные по инфляции доходов и расходов в США. Нестребиные намерения Федрезерва США поддержали и рост доходности Трежерис, которая, в свою очередь, продолжает действовать как попутный ветер для американского доллара. В результате двулетние гособлигации вышли сегодня на уровень доходности в 4,1%. Но есть нюанс. Пока на рынке растет привлекательность коротких Трежерис и долларов, на которые их можно купить, десятилетние бонды торгуются по 3,6%. Напомню, что ситуация, когда более короткие облигации перепрыгивают по доходности длинные, называется инверсией. И технически такая ситуация сигнализирует об угрозе рецессии в экономике. Рецессия в США могла бы повредить привлекательности доллара, как самые безопасные валюты. Но на данный момент американец на этом поле остается безусловным победителем. Банковский кризис, от которого в первую очередь могли бы пострадать активы и убежища, отошел на задний план. А действия, предпринятые центральными банками и правительствами для обеспечения ликвидности, восстановили доверие к банковскому сектору. Поэтому иена, которая наряду с золотом и швейцарским франком считается активом-убежищем, на этой неделе значительно ослабла. По отношению к доллару США японская валюта продвигалась в начале пятницы в зеленом диапазоне между отметками в 132,5 и 133,5 иен за доллар. Финансовый год в Японии подошел к концу. Потоки активов в иену прекратились, и американец снова перевешивает пари. Ее цена в конце азиатской сессии сопротивлялась быкам изо всех сил, но все-таки поднялась в области отметки в 133,10 иен за доллар. Напомним, что глава Центробанка Японии 8 апреля уйдет со своего поста и ожидается, что снижение иены до тех пор будет ограниченным. Шиничи Учида, новый заместитель управляющего банка Японии, заявил сегодня, что регулятор рассмотрит возможность корректировки в текущей мягкоденежно-кредитной политике. Этот комментарий прозвучал бы как бычий, но тут есть нюанс. Подобного рода выступления рынок слышал от японских финансовых чиновников уже не раз и даже не два. Кроме того, вчерашний отчет об инфляции показал некоторое замедление токийского индекса потребительских цен, то есть мягкая монетарная политика, все-таки работает. Поэтому рынки не слишком-то верят в то, что с приходом нового руководства на стройках Центробанка что-то изменится. И в любом случае это не произойдет раньше 8 апреля, когда главой Банка Японии наконец-то станет Кадзуэда. Придут ли вместе с ним перемены? Еще в июле прошлого года он написал колонку в одном из японских СМИ. В ней Кадзуэда, 71-летний профессор экономики, намекнул, что монетарная политика страны должна быть другой. Бесконечное смягчение рано или поздно пора прекращать. Остался ли он при таком же мнении, покажет время. Японцы, как мы могли убедиться, торопятся медленно. А валютам антиподов подобная медлительность не свойственна. Они способны очень быстро реагировать на поступающие сигналы и резко уйти вверх или вниз по графику. К примеру, сегодня фортуна и настроение рынков оказались очень капризными руководителями для австралийского доллара. В начале торговой сессии усиление деловой активности в Китае и общая слабость доллара США на фоне снижения ястребинных ставок ФРС подтолкнули Оззи к обновлению недельного максимума. Сначала он подскочил к уровню 0,6767. Однако затем австралиец также резко сократил свой рост и упал в область отметки 0,6672. От Центробанка страны, который намерен на своем заседании 4 апреля взять паузу по ставке, Оззи поддержки не получит. Кроме того, австралийский доллар может оказаться под еще большим давлением после выхода экономической статистики в США. Но даже если он после этого угаснет и отступит, американцу бычьи настроения в паре все-таки сохранятся и резкие скачки ее цены в границах дневного диапазона между 0,6671 и 0,6739 говорят о том, что австралийский доллар не сдается и при малейших благоприятных условиях снова пойдет в рост. Для новозеландского доллара такой момент уже наступил. Резервный банк страны готовится на своем заседании 5 апреля снова поднять базовую ставку. Поэтому киви сегодня сумел укрепиться до самого высокого уровня за последние 6 недель на отметке 0,6297. Да и в целом за месяц новозеландец вырос более чем на 1% к доллару США. На таком же повышении он закрыл последнюю неделю марта на подъеме в ценовом диапазоне 0,6248-0,6299. И провел киви азиатскую сессию пятницы. Завершил ее в области котировки 0,6273. Но торговый день еще не закончен. Его главные события впереди. Будьте как киви. Сохраняйте оптимизм и ведите вашу торговлю вверх к прибылям. А ИнстаФорекс ТВ вам в этом будет помогать. Ждем ваших оценок, комментариев и вопросов. Быстрой вам пятницы и отличных выходных. До встречи!